Строительство арендного жилья на улице Добролюбова идет полным ходом. На сегодняшний день уже начали возводить пятый этаж. Для врачей, сотрудников сферы ЖКХ, узких специалистов и рабочих Находкинского судоремонтного завода здесь построят два 16-этажных дома. Ну там я ехал, по этой дороге я ехал, да? Конечно, ее нужно подасфальтировать. Тут развязку надо делать. Вот эту дорогу надо будет сейчас расширять. Это вот частный сект, сверху за домами стоит подготовить. Вот здесь развязку необходимо сделать. И вот еще участок землящика мы рассматриваем, что дополнительно еще на квартиру домов тоже арендные дома. Это на ближайшую перспективу? Да. Ну вот строителям здесь ездили развернуться при условии нормального ценообразования. С интенсивными темпами работ дома планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году. После строительных работ и обшивки фасада предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Детская и взрослые площадки, хозяйственный участок и парковка на 300 автомобилей. А также отдельная стоянка для транспорта людей с ограниченными возможностями здоровья. Компания нам известная. Известная. Очень работоспособная. Да, работоспособная. Я бы, конечно, хотел, чтобы вы еще и вышли на строительство поликлиники. В городе находка. Да. Потому что там будет комплекс строиться. Первая поликлиника. Вот мы, помню, сегодня разыгрываем аукцион. Объявляем аукцион. И где-то, наверное, через месяц мы подготовим документацию на стационар. Встреча губернатора с сотрудниками НСРЗ также прошла продуктивно. Глава Приморья ответил на вопросы коллектива и выслушал предложения по развитию города и наведения порядка в отдельных его районах. Одна из наболевших тем – дороги и мосты. Здесь поток грузовиков от 47 тысяч в сутки до 10 тысяч. То есть здесь довольно такое напряженное состояние, почему и жители испытывают все неудобства при этих пробках. Но постепенно начали. В 19-м три моста сделали. Уже новолитовку сделали через Лабугу, через Артемовку. В 20-м мы 6 мостов сделали. Сейчас мы делаем 13 мостов. То есть невозможно. Это тоже специалисты. Это тоже оборудование. Это тоже технологии. Но сейчас уже компании набирают какую-то мощь. Поэтому мы так уверенно несколько смотрим на те перспективы, которые нам предстоит сделать. Опять же, с учетом и финансовых ресурсов. После завершения дорожных работ на Находкинской трассе силы будут брошены на прокладку путепровода. В тот же день Олег Кожемяка посетил 14-ю школу, в которой был сделан капитальный ремонт внутри учреждения и поменены пластиковые окна во всем здании. Мэру Находки Тимуру Магинскому губернатор поручил подготовить проектно-сметную документацию по реконструкции стадиона на территории школы. Необходимое финансирование из краевого бюджета на эти работы поступит к началу лета 2022 года. Продолжение следует...